итак всем привет и это спецвыпуск бразильского блога с парковым и ухаровым о бразильера почему от спецвыпуск потому что вот этот турнир этот квинтэссенция всего близкого джу-джитсу в бразилии чтобы вы понимали этот турнир проходит 9 дней подряд на 12 коврях это больше чем чемпионат мира в абу-даби и чемпионат мира обиджи в лас-вегасе вместе взяты это самый большой турнир по жур-джитсу в мире вообще из-за этого турнира я купил билеты а на следующий прочитал маленькие буквы на сайте нужно 20 рейтинговых очков чтобы в нем участвовать поэтому считайте что приехал в бразилии того чтобы снять турнир и рассказать об этом вам мы с артёмом так хотим участвовать что вместо вход для зрителей пошли на вход для спортсменов но нас сюда не пустили да по инерции поэтому пойдем искать вход для зрителей любой большой и не очень турнир по джур-джитсу в бразилии это обязательно шопинг и на примере кингзом я бы хотелось рассказать что джилл в бразилии получает такой достаточно мощный пенор в развитии появляются профкоманды где спортсмены сидят на зарплатах вернулся одессе в бразилию и вернулись даже какие-то бренды которые до этого уходили из бразилии то есть кингс в бразилию все время заходил особо не продались магазин закрыли но вот в этом году реально именно в двадцать в этом году кингс снова появился в бразилии вот таком вот модном магазине представлен поэтому джилл развивается не только в мире но и в бразилии причем очень активно одна из больших традиций турниров в бразилии что чтобы получить майку участника обиджев турнира которая тебе полагает за то что ты как бы заплатил за турнир ты должен пожертвовать еду на благотворительность и должен принести килограмм любой еды обычно привозят либо рис либо ед бобовую или муку но короче без килограмма евро благотворительность тем майку за который ты заплатил не отдадут причем я один раз решил скосить под дурачка короче под гринга прийти без еды то есть все пято-десято мне сказали вон там братан у входа поставлены короче как раз специально продажу по килограмм мы до идет туда за двойной прайс покупает килограмм еды гным сдаешь получаешь майку ничего не знаем как бы пизду-бороздуй вот такие вот дела малята вот о чем я говорил если ты короче купил килограмм еды заранее ты можешь купить килограмм еды и вот здесь и подарок и он благотворительность фактически благотворительность двойная идея позволит его килограмм еды сдал поскольку бразильера самый большой то у них в бразилии тут представлены не только кимоно тут продают даже татами можно потрогать пощупать и заказать себе татами в зал фактически бразильера это такой в днх выставка достижений народного хозяйства после местонародного хозяйства у них джиу-джитсу сегодня самый жирный день бразилия сегодня борются черные пояса адалт сегодня начинаются абсолютки поэтому возможно в разминочной зоне мы сможем наловить кого-то известного но это не факт опять же люди пришли бороться может общаться не захотят вот а завтра черные пояса и приложение абсолюток вот такой разминочный коверчик небольшой для такого большого турнира еще раз ребят почему бразилия квинтэссенция бразильского джиу-джитсу и самый яркий показатель того насколько джиу-джитсу развита вот 12 ковров 9 дней подряд в 9.30 утра старт и до упора есть дни когда борются только пурпурные пояса только мастерс коричневые пояса только мастерс черные пояса только мастерс 2 и выше под черные пояса мастерс 1 и под черные пояса адалт отдельные дни то есть занимается и тренируется огромное количество людей, соревнуется огромное количество людей. А самый интересный момент, что фактически по черным поясам, адалтам здесь состав сильнее, чем на Абу-Даби чемпионате мира. Здесь за первое место тебе заплатят 5000 реалов. То есть где-то 1000 долларов. На Абу-Даби что-то 5000 что ли платят за первое место долларов, да? Но люди туда не едут, самые топы. Они борются здесь. Мико Гальвау борется здесь, он не едет на Абу-Даби бороться. Еще многие крутые чуваки елут сюда, но не елут на Абу-Даби. Это на самом деле очень ярко раскрывает отношения топовых бразилов и отношения такой как бы западной аудитории БЖЖ к Абу-Даби. Ну вот реально это фактически вторая лига IBGF, это первая лига. И даже несмотря на то, что IBGF тебе редко дает бабки, в основном тебе нужно платить, все елут сюда. Потому что вот если ты выиграл мир или бразильера, ты вот на ближайший год ты звезда первой величины. У тебя будут семинары, у тебя будут персоналки. Ты если вменяемый, ты это нормально монетизируешь. Вот. А другие турниры такой славой и таким весом, к сожалению, не обладают. Вы можете быть со мной не согласны, но как бы кто же вам запретит. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Эй, эй, ой, 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 ой. Встречаем человека, который уже 5 лет в нашей блоге. Спасибо, братан. Привет, братан. Хорошо. Ребят, хочу рассказать об забавном моменте, который сейчас случился. В Бразилии уже накажен турнир гид-чекинг. И вот пара и девчонки покупали кимоно, увидели Максима. Вы в прошлом сегодня увидели, он здесь судит. И подходит, спрашивает, шеф, посмотри, гид-чекинг кимоно пройдет. То есть вы понимаете, люди покупают кимоно. Не, цвет прикольный, модель классная. А пройдет ли кимоно гид-чекинг, потому что ты сейчас купишь кимоно классное. Туда придешь. Борик у меня в Битиме в прошлом году. У чувака просто прилипает кожа. Он достаточно говорит, иди кимоно, ищи новое. Вот, гид-чекинг кимоно не пройдет, пойдет за новым кимоно. Поэтому вот такие вот особенности выбора кимоно в Бразилии. Подтверди. Все правильно, совет на все возбуждает. Кстати, Максим продолжает нашу славную традицию неучастия бразильера. Артем забыл зарегаться, тянув до последнего не смог. У меня баллов нет, а Максим вес не сделал. Но у него уважительная причина. Каждый день судить этих бразилов, это очень утомительно. Поэтому хочется вкусно покушать. И вообще не съеду, и на каждом шагу пахнет. Борис не видит, и все на рост. В общем, очередь уважаемых людей. Оказалось, можно, если вы зарегистрировали в АБДЖФ, в федерации вы спешите зарегистрированы, пойти получить браслетик черного пояса. И, возможно, нас даже пустят туда очень близко к заграждению ковров. Мы сможем поснимать оттуда на скраних показателей. Так, нам дали браслетики, черные пояса, АБДЖФ. Мы теперь, как белые люди, заходим в предразминочную зону. Тут вот для спортсменов фруктики, вода. Здесь заходит, выходит на схватки. Блядь. А, мы не хотели давать повязочку, потому что у меня в АБДЖФ регистрация от Цесаро Косты. Говорят, вас уже много, идите гуляйте. Я говорю, ребята, мы из России, мы с командой Стрела пустите. Говорят, да, окей, не вопрос. Написали Стрела, говорю, пожалуйста. За день пребывания здесь мы встретили еще одного русского, и того, их сегодня застали 4 штуки. Вот он. Я старался очень, на самом деле. Быть русским? Блядь, не попадаться. Не попадаться этим страшным джитсером в лапы, но я попался. Мы думали, что все-таки на русских лежит проклятие, потому что Максим не вошел в вес, я не смог зарегистрироваться, Миша не набрал баллов. Но нет, есть один человек. Он не русский! О, я не русский! Блядь, родился в Казахстане, ребята. Ну, извините, сорян. Я не русский. Я из 62 человек выиграл 3 схватки за шаг до медальков. Проиграл чуваку, который занял первое место. Он провел 4 схватки, получается. 5. 5 схваток и 4 сапмишин. Со мной только ему отдали по активности, но у нас 0-0 было. Сорян. Буду лучше. Каким дальше? Куда играй и гол! Это был первый день Бразильера. Восьмой, но первый для нас. Восьмой, но первый для нас, да. Сегодня черные поясы адалты проходили квалификацию, оцировались, короче, ненужные люди, чтобы в адалтах завтра бороться, завтра зарубаются адалты. Вот, и сегодня определились также финалисты-абсолютки. Но мы пока пытались на местности разобраться, это нифига не просто. Мы немножко этот момент упустили. Но на БСЖФХ посмотрите, Лёша всё вам покажет, расскажет. Лёш, привет! Что это, профессор? Что это?